Март, доброй ночи. Ну вот что получилось, смотрите. Вот стартовый вариант. Эти термины разделены табуляцией. В последней строке обязательно должен быть перевод строки. Если не будет, то будет ошибка. Здесь есть и здесь вот для показа еще раз. Учусь два скрипта, которые решают эту задачу с разными акцентами. Вот первое. Выделяем весь текст. Вот этот. И первый вариант разделения табуляции. Выделение снято. Все сделано. Что здесь делается? Здесь добавляется вот здесь идентификация, вот этот значок, чтобы все номера, которые не помещаются в одну строку, чтобы они были, чтобы не тоже была какая-то своя линия. Ну вот. Вот так это помещается. Сейчас покрупнее сделаю. вот здесь вертикальная линия для дивангарий и вертикальная линия для номеров, которые не поместились. все номера вот эти, все номера вот эти, они в колонку стоят. Не очень в колонку, но просто такой шрифт похоже. Один, двоеточие, это значит, сколько раз найдено, они тоже под разрядом стоят. Вот эту карту почему-то я не нашел. не знаю, почему я не нашел ее. Но мне этот вариант не очень нравится. Вот из-за того, что тут вот такое, какое-то белое пространство есть, необоснованное. Поэтому я предлагаю другой вариант. Вот это мы сейчас просто оттащим в сторонку. Оставим сюда. У нас здесь перевод в строке есть. В конце строки. Вот. Выделяем текст. Все строки. И вот тут еще вариант есть. Разделители как полукруглые. И мне этот вариант нравится больше, потому что получается как-то плотнее все это смотрится. Не так рыхло. Вот здесь какого-то воздуха у нас много. А вот здесь как-то получше смотрится, на мой взгляд. Значит, что здесь? Есть табуляция вставлена только вот для девангаря и номеров страниц. А здесь полукруглый идет перед и после вот этих номеров из какой-то там книги. Потом все так же, как есть. Число, двоеточие, пробелы, дальше идут номера страниц. Вот такое оформление. Мне кажется, что оно изящнее. На мой взгляд. Вот это может быть еще или вот так сделать, а может так оставить, не знаю, как хотите. То есть у меня нет вот этим знаком переноса атрибута ноубрейк. Не присваиваю я. Если нужно, могу сделать. Ну, пока что, мне кажется, что можно без этого боитесь. Вот два варианта. Пробуйте. Какой понравится, такой используйте. Вот эта игра у меня не нашелся. Чарду или Карду, не знаю, как читается. Не знаю, почему не нашелся. Может, у меня его и нет. Да, надо еще про стиль сказать. Вот этот текст у меня оформлен стилем стихом Метрика Шоу. Здесь важно, что есть табуляторы определены. Вот первый табулятор влияет вот эту позицию. Второй влияет вот эту позицию. Если взять вот этот текст, вытащить, то он будет здесь показан. Давайте, вытащим. Вот табулятора. Вот первый. Вот второй. Еще остальное по тому стилю, который был раньше. Вот этот шрифт регулярный. Керлинг, трекинг – это все как было, так и есть. Есть ноль отступа. Что касается текста искомого, вот этих терминов. Они все абзацственным стилем предполагается, что здесь используется абзацственный стиль стих-поэм. И этот стиль прописан в самом скрипте. Вот я любой открываю. Изменить. И тут вот стих-поэм, вот здесь в 17-й строке, он указан этот абзацный стиль. Если его нет в тексте, он его работать не будет. А так он ищет эти слова, которые мы выбрали, вот именно этого стиля. Вот так это все работает. В переводе все, я вам и сказал. В переводе все, я вам и сказал.